Попов Михаил Васильевич Мы с вами будем изучать курс социальной философии, который заканчивается, как я вчера узнал, поскольку у нас тут теперь в последний момент узнаешь, какие происходят изменения, заканчивается коллоквиум, который будет в мае. Что это такое, это я узнаю, думаю, в учебном отделе, и тогда вам расскажу. Но независимо от того, какая, и перед этим будет контрольная. Контрольная будет в апреле, а коллоквиум в мае. Но в любом случае, как вы понимаете, нам нужно изучить этот курс, потому что без этого курса нельзя разобраться в проблемах конфликтологии. Причем я, наверное, вы знаете, в предыдущем курсом читал в магистратуре курс политической составляющей социально-трудовых конфликтов, а на третьем курсе социально-трудовые конфликты и технологии коррегулирования. Так что у меня примерно половина нагрузки приходится на кафедру конфликтологии. Так вот, поэтому я начал бы с того, чтобы спросить вас, а что такое конфликт? И узнать, что вы по этому поводу знаете. Что такое конфликт? Вот вы сейчас пришли, свежие как раз, мы уже замученные здесь, а вы как раз. Конфликт – это негативный спорс взаимодействия субъектов, неделокноцентных на группу за изменение и сохранение своего положения в системе существующего объединения. – Значит, еще раз, это что, какое взаимодействие? – Негативный спорс взаимодействие. – А что значит негативное взаимодействие, не можете мне рассказать? – Ну, когда субъекты находятся, возможно, они… Вот сейчас я скажу, что мне не нравится, что вы сказали. Это конфликт. Ну, негативное взаимодействие. Я же сказал, не нравится мне то, что вы сказали. А вы мне скажете, а мне не нравится, что вы мне сказали. Это негативное взаимодействие? – Да. – Это конфликт? – Да. – У нас с вами конфликт уже? Ну, как вы здорово расширяете поле. А в чем у нас конфликт? – Мы имеем разные точки зрения. – Ну, так разные точки зрения, если мы имеем, это как называется? – Ам. – В русском языке. Спор. – Да. – Ну, это спор. Так? Я свое, а вы свое. Так? Мы спорим. Причем как? Вот каждый раз вы придете, мы начинаем спорить с вами. Поспорим, у вас звонок отзвенел. Вы пошли по своим делам, я пошел по своим. И опять потом спорим. Мы сколько можем спорить? Да хоть всю жизнь. И где конфликт? А что, скажем, люди, которые дружелюбно и позитивно друг к другу относятся, они, так сказать, что в этом смысле конфликтуют, если они спорят? А как же говорят, что в споре рождается истина? Так в споре или в конфликте она рождается? Что-то какой-то получается, вывод другой. Вот. Так что это не удовлетворительное, так сказать. То есть так можно говорить, но это, так сказать, расплывчато. Потому что что такое негативное взаимодействие? Негативное – это вы считаете, что оно негативное, а я считаю, что позитивное, если мы спорим, и может дойти до истины. Это разве плохо? Может, это и хорошо, что мы спорим. И что плохого в этом? Скажем, я вам скажу, а вы молчите. Это вот может быть и плохо. А я вот сказал, а вы мне ответили. Наверное, это и хорошо. Скажем, если вы возьмете трудовой кодекс, а это самые массовидные сейчас конфликты в трудовой сфере, там слова «конфликт» вообще нет. Там есть трудовые споры, хотя первый закон, который у нас был о порядке разрешения коллективных трудовых споров, в скобках конфликтов, он появился в Горбачевские времена, а потом в Ельцовские времена слово «конфликтов» выкинули, и оказались одни лишь споры. Причем идут споры, 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 потом забастовка. А забастовка – это спор или конфликт? Ясно, что это конфликт. Ну, это мы говорим ясно, но, так сказать, еще мы определения не дали. Поэтому вопрос о конфликте – это не такой простой вопрос, и он на самом деле требует философского осмысления и философского содержания. Ну, в свое время меня вот кафедра просила при подготовке к Конгрессу еще не последнему, а предпоследнему подготовить соответствующий материал, что такое конфликт. И вот такой я материал подготовил, он опубликован в материалах кафедры. Значит, конфликт – это противоречие. Это еще не определение, я сказал, а просто – это, во-первых, противоречие. Ну, примерно так, как я мог бы права сказать, что, во-первых, вы человек. Не будете спорить? Вы же не кошка? Не будете, да, человек. Это определение ваше? Нет. То, что и вот человек, и вот человек, вот-вот все это люди. Во-первых, это противоречие. Противоречие само по себе уже – это глубокое понятие. Противоречие, хоть оно и называется так, что оно в словах разное. Противоречие – я одно реку, а вы другое речете. Так? Это вот противоречие, тем не менее, не сводится к разговорам, потому что когда вы одно, а я другое – это обычный спор. Или разногласие. Я глашу одно, а вы гласите другое. Разногласие. Вот. А слово противоречие, вот в категории, так сказать, обозначает, словом противоречие обозначает довольно глубокую категорию, которая представляет собой единственную борьбу противоположностей. Противоречие. Единственная борьба противоположностей. Вот. Какое же противоречие? Ну, разве всякое противоречие – конфликт. У нас вся жизнь полна противоречий. Так, вот. С одной стороны, хорошо бы сюда прийти на занятия, а с другой стороны, хорошо бы не прийти сюда, а поспать. Это разве не противоречие? Значит, противоречия разрешаются. Одни разрешают так, что поворачиваются на другой бок и спят дальше. А другие встаются, деваются, умываются, быстро завтракают на транспорт сюда. И дружно, так сказать, толпой, поскольку в метро как раз только толпой можно подняться на эскалатор. Сюда приходят и так разрешают противоречие. Противоречия разрешаются. По-разному разрешаются. И что, всякое противоречие, конфликт? Вот вы сегодня разрешали противоречие? Разрешали. Это конфликт? С кем? С природой? С самим, с самой собой или с самим собой? В чем тут конфликт? Почему? Не всякое противоречие, конфликт. Иначе мы с ума сойдем, если кругом одни конфликты. Так что, не всякое противоречие, конфликты. Какое? Обострившееся. Вот обострившееся, мы так с вами мирно разговаривали, а потом вдруг я начал на вас кричать. А вы скажете, а я вам вот не просто студентка, я гражданин, гражданка Российской Федерации, вы на меня, пожалуйста, не кричите. И у нас уже получается что? Значит, такой разгоряченный спор, ну, про конфликт перешел. То есть, противоречия начинают углубляться. И вот потом вдруг кто-то из тех, кто спорил, не выдержал, и взял, и чем-то кинул в другого. Это спор? Нет, это уже не спор. Это уже переход в более острой фазе противоречия. Так вот, конфликт – это обострившееся противоречие, причем обострившееся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Вот я смею сказать, что я бы в конфликте с вами победил, если бы мы перешли к аргументам силы. Правильно? Противоречие в этом. Но если вы все вот тут против меня будете стоять, так я думаю, что наоборот, я бы проиграл. Вон сколько у вас. Много вы такие молодые, крепкие, здоровые. Как я могу вас выиграть? Никак. То есть, конфликт – это противоречие, обострившись до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Люди всегда, прежде чем начинать какие-то действия, обычно спорят, так или иначе. Или пытаются преодолеть мирным путем разногласия. Иногда в качестве такой спор, может быть, в виде ультиматума. Вот вам ультиматум дают, а если вы не соглашитесь на этот ультиматум, тогда мы и начинаем войну. Да? Это какой конфликт? Военный. Но если, так сказать, сдается добровольная сторона, ну и хорошо. Вот сильно Франция воевала со своей линией Мажино во Второй мировой войне? Не сильно. И, так сказать, открывала ворота для немецких войск. А потом она все время претендовала на то, чтобы сидеть вместе с великими державами, как-то делить пирог. Результаты, так сказать, войны Второй мировой разрешать вместе наравне там с Англией, которая, между прочим, и воевала, и очень большие поставки делала в Советский Союз. Техники военные. И Соединенные Штаты Америки также. Советский Союз, тем более. Советский Союз имел в войну пятимиллионную армию. И погибло советских людей в войну 27 миллионов человек. Никто. Столько жертв, так сказать, не потерпел в эту войну. Поэтому сейчас какие-то маленькие такие государства, которые, скажем, Польша, которые по итогам мировой войны благодаря Советскому Союзу было обеспечено расширение территории и прекрасные условия для развития, вот они тут теперь выступают с обвинениями в адресе Советского Союза. Ну, конфликта нет. Какой конфликт? Ну, выступил там человек и сказал. Ну, сказал и сказал. Если, скажем, кто-нибудь, вы идете, а про вас скажут, что вы каракатица. Ну, не обращайте внимания на этого дурака, да, идите. Правильно? А некоторые начинают говорить, нет, сам каракатица, и пошло. А потом уже там начинается переход спора в конфликт. Я, например, с теми, кто меня как-нибудь называет, не конфликтует. Ну, вообще. Марс говорил, иди своей дорогой, и пусть люди говорят все, что угодно. Ну, а по поводу, скажем, того, как нападают, Ленин писал, что, вернее, не писал, децитировал обычно Некрасова. Мы слышим звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. Вот если на вас нападают очень сильно, ну, значит, вы в верной дороге идете, товарищи. Ну, потому что, если вы что-то такое новое делаете и хорошее, как новое встречают всегда. То есть, вот мы сидим, профессора, вы тут пришли, молодые, хотите вот рядом с нами наравне встать, да, попробуйте защититься. Чувствуете, да, так? То есть, ну, когда уже у вас много работ, того-сего, или потом вы постарели, говорит, да, ладно, уже бесконфликтно это все проходит. Ну, вот, например, вам писать книги запрещено, кто пишет книгу по конфликтологии? А чего вы не пишете? Ну, сначала статью надо написать. А? Сначала надо сначала написать. Почему? Сначала надо заголовок написать. Верно. Книги. Заголовок – это целая? Как нет? Заголовок – это целая книга. Целая, целая. Ну, зародыше. Ну, хорошо, развитие человека идет из одной клетки или сначала нога, потом голова. От клетки. От клетки. От целого к целому идет развитие человека. Правильно? Всегда. Начинается с одной клетки. А книгу развивается. Вот вы задумали книгу, мысль у вас есть. Раз, раз, книга. Название. Второй шаг какой? План надо сделать. Такой простой. Раз, название и глава. Это тоже целое. Третий план, глава и парадок. Если она не художественная, она научная книга, да? Так. Дальше. Следующее. Название. Главы. Параграфы. Подпункты. Сколько в параграфе подпунктов должно быть? Вы еще не писали? Сколько думаете? Две. Три. Да, три. Какие три? Что это за параграф такой? Три. Значит, три в параграфе должно быть не менее семи пунктов. Объясняю. Значит, вы начинаете какой-то параграф и идете от одной точки от одной мысли к другой. Это две. Два пункта. И заканчиваете. А когда заканчиваете, я же от одной мысли к последней. Четыре. Ну, хоть три-то на развитии должно быть темы или нет. Это я говорю, что минимально семь пунктов должно быть. Минимально. Может, больше. Меньше семи, если вы сделаете, будет куцей параграф. Знаете, что такое куцей? Или хвоста нет, или теплки нет, или ноги, или головы нет. В чем параграфу? У вас есть план в вашей книге? Вам запрещено делать план в вашей книге? В чем дело? Ну, когда вы сделали план, что надо дальше делать? Вот что бы вы стали делать? Смотреть на планы и, соответственно, с этим писать. Что надо писать? Содержание. Ну, с какого начнете? С какого пункта? Я пошла бы с середины. Ну, правильно. Чтобы потом начало. Надо смотреть, неважно, середина или начало, вот то, что вы считаете, а я это могу написать. Ну, и пишите, кто вам может запретить. А что должно написать? Тезис. Пока еще не текст, а тезис. Тезис что такое? Краткая. Краткая, выраженная мысль. Мысль. Не просто там что-то я наговорил, а мысль должна быть. Вот мысли у вас. Знаете, вот так вот все. Вот это опять целое. Только в мыслях. Причем от тезиса требуется кратко выраженная мысль. Не подробно, а вот именно кратко. И вот представьте себе, у вас книга вся в тезисах. Вот все ясно, что где писать. Тезисы. Вот семь тезисов в одном параграфе, семь или восемь, и больше в другом параграфе и так далее. Все написали. Ну, что вы один тезис не можете развернуть? Ну, более подробно там ссылки сделать, какие-то данные привезти. Это любой дурак может сделать. Правильно? Только надо сделать это так. Вот работают над книгой. У меня вот 365 работ. Могу вам сказать, что это проверено. Опубликованных. И книги, и много. Поэтому раз и сделали. Дальше. А дальше вам остается разворачивать все эти тезисы уже. Какие? Ну, какие вам легко, такие разворачиваете. Потому что если вы начнете то, что вам нелегко, и будете сидеть там такими глазами, так надо делать все время. Легко, 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 а потом уже осталось там вот. Ну, когда у вас за спиной уже все написано, осталось вот тут. И что написали? В следующем году, встречаясь, и мне говорят, я вот книгу написал. Что-то плохо, что-то? Рассказываю, вам были. Значит, у нас в свое время ректором был академик Александров, Александр Данилович. И была конференция большая международная по математике. И вот, значит, иностранный профессор подходит к одной девушке, которая была на этом вот конгрессе нашем. И спрашивает, девушка, вы из какого курса? А академик Александров отвечает ему, она не из курса, она профессор. Две такие были девушки у нас. Уральцева и Лодыжинская. Специалист по математической физике, доктора наук, профессора. Ну, 20 там им с небольшим лет. Вам сколько лет? Восемнадцать. А? Восемнадцать. Восемнадцать. Ну, так вы можете раньше написать. А что вы хотите постареть, потом книги начать писать? Это странные люди. Потом, если вы пишете книгу, то вы что же вы читаете, слушаете, все начинаете, так сказать, ну, как-то думать, как туда приспособить. Правда? А если вы не делаете этого, то это мимо вас идет поток информации. И все. А вам надо потом искать, ловить, держать и так далее. Вот. Ну, вот это движение называется от целого к целому. Всякое развитие, это философская истина такая, всякое развитие идет от целого к целому. Не от ноги потом к голове, и не от плеча к коленке, а от целого к целому. Вот это очень важно понимать. И мы начинаем вот с таких. Начнем мы тоже, курс тоже с простых вещей. Оно предварительно, я, поскольку вы конфликтологи, или мы конфликтологи с вами, потому что такое конфликт, оно мы должны знать. Ну, и философское его определение более глубокое, чем то, что вот вы там предложили в начале. Вот. Ну, так сказать, тоже можно вроде как. Хотя я не очень понимаю, что такое негативное взаимодействие. Как так формулировано? Негативное взаимодействие. Ну, если взаимодействовать люди, это же хорошо. Это что, драка? Негативное взаимодействие. Или я на вас не так посмотрел? Это тоже негативное взаимодействие. Я так посмотрел, я говорю, что вы там сидите. А вы тоже. Ну, что это такое? Непонятно, что. То есть, короче говоря, философию, зачем нам нужно изучать конфликтологов? Потому что главное в философии изучение противоречий. Потому что развитие идет любое путем противоречий. Так? А, следовательно, это вот наука. Это и более, так сказать, конкретно диалектика, как метод философии. Это диалектика, это знание о том, как бывает, какими бывают и как решаются противоречия. А вот конфликт, это противоречия, обострившись до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. А вот когда говорят конфликтолог, лог это что означает? Изучающий. Да. Изучающий конфликты или знающий, что такое конфликт. С чем я вас и поздравляю. Ну вот. Значит, поэтому вопрос о философии это, так сказать, не какая-то посторонняя наука для конфликтологов, а вот самое главное, так сказать, методологическая основа, подхода, потому что конфликтология содержит в себе много практических вопросов. Разные есть. Мы же в каком с вами институте? Институте конфликтологии или в институте философии? Философии. Вы философ? Ты выдаёте. Если я вас спрошу, вы человек? Нет, скажу, я девушка. А что девушка, не человек, что ли? Ну как вы, в институте, вы куда поступали? Вы сюда поступали? В институте философии? На конфликтовку. Ну и что вы скажете, что я девушка в синей кофточке? Ну и что, что вы конфликтовок? Это одно другому не мешает. Вы философ или нет? Вот есть философия, программа называется философия, а у неё есть подразделения всякие. Философы какие бывают? Бывает, вот у нас, например, кафедра занимается социальной философией и философией истории. Так? Социальная философия конфликты изучает? И что мы конфликтологи? Или противоречия мы изучаем, тогда мы конфликтологи тоже. Так у нас вот философия, она включает в себя изучение конфликтов или нет? Включает. Значит, у нас есть разные, есть научно-технический прогресс, с философской точки зрения изучать. Есть социальная антропология, не путают социальной антропологией. Так? Социальная антропология. Есть, скажем, кафедра истории философии. Так, и так далее. То есть есть разные программы в рамках общей программы философии. И вот, скажем, приложение философии для изучения конфликтов называется конфликтологией. Вы хотите знать конфликты без философии? Никакой книги разберёте, не узнаете. Даже само понятие конфликта уже тут никак не получать. То есть, кто такие конфликты? Это прикладные философы. Потому что есть науки общей теоретической, как философии вообще, да? А есть наука прикладная. Вы берёте философию и прилагаете её для изучения конфликтов и применения. Вот и всё. Только если человек, если я говорю, вы спрашиваете человек, он говорит, нет, я женщина. А чё, женщина, а не человек, что ли? Если вы, я спрашиваю философов, у нас всё равно говорит, да. Но какой вы философ? Я вот философ-конфликтолог. А есть философы другие, не конфликтологи. Вон у нас гебраистика какая-то есть. Чё ты изучает? Историю евреев. Гебро. Это еврей. Всякие разные науки есть. А есть у нас... Вот пойдёте, будете смотреть кафедры. И на этом этаже, и ниже. И у нас есть кафедры культурологии, да? Которые изучают искусство. Есть кафедры, которые непосредственно изучают философские проблемы искусствоведения, да? Ну и так далее. У нас много чего есть на кафедре. Так. В институте. Значит, поскольку мы с вами все философы, и философия для вас необходимый инструмент для решения конфликтологических проблем, то, сказать, а философию надо изучать как? Будем изучать? Просто я вам куски буду давать, или будем в развитии от целого к целому рассматривать философию социальную. Да? Лучше от целого к целому так, чтобы она цельная была. Не какие-то там, вот что-то я взял, что-то не взял, что-то вы усвоили, что-то вы не усвоили. Чтобы у вас была цельная картина философская. Потому что философия, что изучает? Кто-нибудь может сказать, вот вы в институте философии, простой человек, простой крестьянин встретит вас и спросит, а вот на каком институте вы учитесь? А? А что такое философия? Зависит от определенного. А? Зависит от определенного. Ну я вот к вам пришел, человек у вас, вот у входа, меня уже не пропустят, если я не преподаватель, или не студент. А у входа я могу вас спросить? Вот вы из этого института, а что вы изучаете? Так вот и скажи, что это за философия? Чего такая? Чем ее едят? Фил – это вроде бы слово. Что? Фил. Это слово стереическое. Фил, да, это любовь. А слово – это что? Это не связано с софизмом? София, не знаешь, что такое софия? Мудрость. Мудрость. Но это будет не определение философии, это расшифровка названия. Любовь к мудрости. Ну, вы можете ответить там прохожему, что да вот мы любим мудрость. Любим мы мудрость. Вы любите мудрость? Мудрость – да. То есть, что-нибудь плохое есть в том, что вы любите мудрость? Ничего плохого нет, да? Это помешает вам быть конфликтологом, если любите мудрость. Мудрость – знаете, чем мудрые люди отличаются от умных? Не знаете? Так вот есть. Вот умные, они знают выход из любого положения. А мудрые просто туда не заходят. Нету разницу. А вы должны, вы как грамотные люди, образованные, должны отвечать на эти. Сейчас философию изучают диалектику. Методологией философии является диалектикой. И вот расскажу вам такую байку, как приходит, приезжает философ, ну, вроде меня, в деревню. А там его встречают, дед говорит, ты кто такой? Он говорит, а я философ. А что делаешь? Диалектику изучаю. А что такое диалектика? Он говорит, ну, что ты, дед, я тебе буду. Нет, ну, мы люди, грамотные газеты читаем, книги, телевидение смотрим. А вы, как образованный человек, должны нам объяснить. Вот вы должны объяснять простым людям. Вы же, как бы, на подъеме, то есть вы больше знаете, чем другие. У вас высшее образование будет. Уже есть в начале. Ну, хорошо, говорит, я вам объясню. Вот, у вас баня есть в деревне? Вот, дед говорит, есть. Вот, мы идем с тобой в баню. Ты грязный, я чистый, кому мыться? Ну, дед говорит, что тут думать? Не, я же грязный. А тебе чего мыться? Ты же чистый. Филоса говорит. Дед, ну, посмотри на себя. Посмотри, какой ты грязный. Чего тебе мыться? Ты все равно грязный. А я чистый, мне чистоту поддерживать надо. Мне надо мыться. Да? Понятно? Вот, понял, дед, это тезис. Ну, хорошо, говорит, дед, понял я вашу философию. Нет, это не все. А мы второй раз идем с тобой мыться. Ты грязный, а я чистый. Кому мыться? Ну, дед говорит, да я понял вашу философию. Я грязный. Мне, сказать, чего мне мыться? А ты чистый, тебе чистоту поддерживать надо. Тебе надо мыться. Дед, что ты мелешь? Ну, посмотри на себя, какой ты грязный. Тебе надо мыться, а мне чего мыться, я чистый. Понял, дед? Дед говорит, понял. Ух, какая у вас наука. Это, это не просто, это, это антитезис. Ты тезис был первый, это антитезис. Думаешь, все, дед, нет, третий раз мы идем с тобой мыться. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Дед говорит, ничего не понимаю. Вот, дед, это синтезис. Это и есть диалектика. Вот, вот мы и будем с вами изучать, эту диалектику. Так вот, пойдем мы, раз мы изучать будем диалектику, начнем мы с конца или с начала? Как вы считаете? С начала. С начала. А что такое начало? Вы хоть знаете, что такое, вот молодой человек, вы знаете, что такое начало? Если не знаете, будем конфликтовать с вами. Вы такой же солидный, уже, уже полгода проучились в институте философии. Я спрашиваю, что такое начало? Человек молчит. Как вы молчите? Это оскорбительно для всего нашего преподавательского состава. Скажут, что, как так, вы не узнали, что такое начало? Ну, это, сами понимаете. Вот мне сказали, что вы за преподаватель, у вас студенты не знают, что так, это не вам стыдно? Согласитесь? У нас студенты и студентки не знают, что такое начало. Кто-то знает, может сказать, нет? Это когда ты приступаешь к порог чего-то, где ты не был до этого, то есть появление каких-то свойств, которых не было до этого. Но если вы говорите про философию, идеалептику, то у палки тоже два начала и два конца. Я не спрашиваю, сколько у палки начала, а спрашиваю, что такое начало? Это философское понятие. Так философское, вероятно. Ответ правильный, но не истинный, потому что это не определение. За рождение мыслей? За рождение мыслей? Какое? За рождение мыслей. За рождение мыслей. За рождение мыслей. Это будет не вообще начало, а начало какого-то, это начало мысли. Правильно? За рождение мыслей. Это начало. Да, хорошо. Ну а на самом деле, для чего надо изучать диагнозы, что в таких вот простых вещах не заблуждаться в двух соснах. Начало. Если вы что-то начинаете, то результат-то будет или нет? Если вы что-то начинаете, будет результат? Ну если не будет результата, то это и не начало, согласитесь. Если вы что-то делаете, ковыряетесь, но это никакое не начало. Начало только тогда, можно сказать, что если из этого вытечет, вот как у вас там, мысль не развитая, но если это не кончится, или не собираетесь вы довести до чего-то развитого, развернутого, то это никакое не начало. Вывод. Начало – это не развитый результат. Понятно? Если вы не предполагаете никакого результата, это пара. Только вот первое, так сказать, начало выставлено, а то предполагается. Потому что если у вас не предполагается никакого результата, какой-нибудь деятельности, то не начало этой деятельности, правильно? Что-то вот делаете, если вы писать не будете, это не начало, а так вот крутите его ручку, а вот если вы крутите ручку, а в это время думаете, это начало уже, уже книгу начинаете писать. Видите? Я спрашиваю, что вы делаете? Я книгу вот обдумываю. И все, я отстал. Сразу. Так вот, начало – это не развитый результат. А результат что такое? Развитый начало. Да. Развернутое начало. Ну вот это парная категория. Нельзя определить. Если вы начинаете книгу, вот я могу написать там. Конфликтология. Это может быть началом, а может ничем. Я спрашиваю, это что у вас? Это я книгу пишу. Это надо начало. А если я говорю, да это я вот просто написала, ну тогда это никакое не начало. Видите разницу? А все равно написано одно и то же. Можно вопрос? Можно. И там и там результат – это надпись. А? И там и там результат – это надпись. Нет, результат – будет книга, а не надпись. Книга – результат будет. Если я написал название книги, а потом ее написал, вот будет этот развернутый результат. А это был неразвитый результат. Эта книга уже замысел у меня был. Вот еще и зарождение мысли. У вас замысел книги есть в голове или нет? Пока нет. Как это нет? У вас осталось так мало жизней. А вы, да вы же хорошую книгу хотите, большую, а вы еще не начали. Вы что? А вы опаздываете? Или вы еще хотите, когда вы будете с огненной старушкой, тогда будете книгу? Я книгу принесу. Ничего. Что думаете? Она портит цвет лица? Книга не портит цвет лица. Хорошо? Книгу написать. Так. Начало – есть неразвитый результат, а результат – есть распорнутое начало. Что тут такого сложного для усвоения? Вот мы должны сложное сводить к чему? Простное. Да, потому что сложное – это что? Множество простого. Не множество простого. То есть сложенное из простых. Не множество. Множество у вас рассыпанное, и все. Ничего из него не сложное. Это куча кирпичей. А вот сложенное из простого – вон кирпичный дом, он сложен из кирпичей, сложен. Все сложное может быть сведено к более простому. А то более простое может быть сведено к еще более простому. И в итоге оно может быть сведено к чему? К началу. которая сниравит результат. Поэтому он говорит, «О, это сложно». А что значит сложно? Значит, сложно из простых. Чего же себя запугивать сложно-то? А простой это уже. Ну, он говорит, не совсем простой, а она тоже сложная. Хорошо, давайте еще пойдем назад. И так мы начнем с простого и пойдем. Поэтому на самом деле ничего такого. Не надо себя запугивать, о, какая сложная задача. Ничего сложного нет. Я вам уже рассказал. План надо составить. Все уже рассказал, как книгу написать. Если тебе не напишите, это будет преступление перед наукой, перед Родиной. Вот. Вас проклянут потомки. Все. Жизнь кончилась. Надо писать. Так. Ну, поскольку надо начинать с простого, а простое всегда оно более общее. Правда? Потому что в нем там все содержится. Мы начнем с того, что как? Что такое философия? Кто скажет? Может, вы знаете? Вы же института философии. Вот человек, гражданин может увидеть, что там специально они пишут. Вот, наверное, вот такие люди, как вы. Они не написали, что это институт философии. Снаружи. Внутри-то написали там. Направо пойдешь в институт философии, налево в институт истории. А снаружи не написали. А то люди спросят, а вы не знаете. Все продумано. Так что такое философия? Наука. Наука. А вы, значит, ограничивались филологическим представлением, что это любовь к мудрости. Это правильно то, что вы сказали, но это не определение философии. Наука, да. Вот это хорошо. То есть вы ее сразу поставили на почву науки. О чем наука-то? У науки всегда есть что? Предмет и метод. Какой предмет этой науки? Истина. А? Истина может быть. Истина, да. Это предмет у любой науки истины. Если вы не изучаете в какой-то науке истину, это не наука, это шварлатанство. Поэтому это правильное высказывание у вас, что если это наука, то это истина. Но истина какая-то конкретная. Что именно изучает эта наука? Философия. Есть же другие науки. Что математика истину не изучает, тоже изучает теорему Пифагора. Изучает. Что значит? Истина не дает, дает. Противоречие. Противоречие. Противоречие – это, так сказать, это изучает диалектика каковая. А вот философия что изучает? Можно я скажу? Философия изучает наиболее общие законы природы, общества и мышления. Природы, общества и мышления. Общие законы, философия изучает общие законы природы, общества и мышления. Наиболее общие, потому что там конкретные науки, они изучают уже какие-то конкретные законы, конкретные какой-то области. А наиболее общие законы природы, общества и мышления изучают философию. То есть философия где применяется? В чем? В жизни. Ну в жизни. В какой? Во всей. То есть что такое? Тем более вам же ближе, вы сказали, любомудрее, да? Любомудрее, это мудрым-то надо быть не только вот в этом вопросе, а вообще желательно быть мудрым. То есть философия где применяется? Во всем она применяется. То есть она конкретизироваться может в той или иной науке, а так она применяется во всем. Наука наиболее об общих законах природы, общества и мышления. Ну вот мы теперь знаем, что у нас такое философия и начнем ее изучать. Значит, в философии существует две партии. А это что с переводом английского? Часть. Две части. Это идеалисты и материалисты. Идеалисты говорят, первично идея. Вот все пошло от идеи. А идея породила мир материальный. А дальше этот материальный мир стал развиваться, и люди стали, осваивая этот мир материальный, изучая, осваивать тем самым ту идею, которая этот мир породила. И идея приходит сама к себе. И вот такая красивая картина. От идеи неразвитой к идее развернутой, так сказать, в мир, и, так сказать, в познание этого мира получили. Это идеалистическая философия или идеализм. Те, кто придерживаются решения основного вопроса философии, что первичная, что вторичная, идея или материя, вот эти люди называются идеалистами. Или партия, так сказать, часть эти идеалисты. Партия не политическая, партия как часть вот науки. А другая часть, прямо противоположная, она считается первичной материи. Материя, развиваясь, развилась в человека. А человек доразвился до понимания этого хода движения материи, и тем самым материя пришла сама к себе. Правильно? Материя себя познала в человеке. Вы же познаете? Вы же часть материи. Ну вот, вот вы и познаете. Только задержались. Еще книгу не написали. Если познаете, так давайте быстрее. То не успеете. Вам же много надо познать. Ну вот. Это материалисты. А идеалисты еще подразделяются на две части. Есть вот то, о чем я говорил, это объективные идеалисты. Вот они прямо исходят из того, что была идея, а идея развилась. До мира, а мир снова до идей. А есть субъективные идеалисты. Вот представьте себе, что мы с вами сейчас сидим не в аудитории, а я вижу сон. И во сне вот как наяву вижу. Вот вас, 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 всех вас вижу. То есть, что говорят субъективные идеалисты? Никакого объективного мира нет. Это все просто образы в голове. Вот вы у меня в голове. Вы у меня в синем, вы в черном, вы в клетчатом, вы в светлом. Вот все вы у меня. Потом я перевернулся на другой бок, а вас нет. Можете опровергнуть? Как вы будете так? А как вы меня будете опровергать? Что вас нету, а вы просто у меня в голове. Ну как вы будете меня опровергать? Ну если я нахожусь у вас в голове, то есть все, я нахожусь у вас, то мои мысли тоже должны быть у вас в голове. А они у меня и есть. Хорошо, о чем я сейчас думаю? Вы думаете, когда это закончится лекция? Я думаю, что крепкая желтая. Это и ты у меня. Да чего вы меня спрашиваете? Раз вы у меня в голове, у меня нечего спрашивать, я могу вас спрашивать, а вы меня не можете спрашивать. Потому что вы у меня в голове. Вы будете спрашивать. Это я могу вас спрашивать? Закрыл, подумал о другом, и нету. Как вы можете это опровергнуть? Начнете опровергать, я говорю, ну как вы будете меня опровергать? Вы же у меня в голове. Как вы можете меня опровергнуть? Как во сне? А завтра у меня другой сон приснится, другая группа. И всё. Ну как вы докажете, что вы не у меня в голове? Никак вы не докажете. Что вы скажете, что вы сидите за столом, так и стол у меня в голове, что вы в аудитории 139b, так она у меня в голове. Сначала она появилась в голове, потом вы появились в этой аудитории. Что тут электричество? Электричество у меня в голове. Все у меня в голове, вы у меня в голове, один я есть, больше никого нет. И это вы логически не опровергнете никак. Как вы опровергнете, когда вы у меня в голове? Вот такая экзотическая форма. Называется она солипсизм. Солипсизм – это субъективный идеализм. Наиболее полную картину этого субъективного идеализма дал епископ Беркли. Вот если вы на тему о видах философии хотите почитать, то самое лучшее чтение – это ленинская работа «Материализм и эмпириокритицизм». Написано в связи с тем, что после революции Пятого года началась реакция. Многие, так сказать, бывшие большевики или слабые большевики начали заниматься богоискательством. Может, Бог поможет тогда революцию сделать, если не получается без Божьей помощи. Может, Бог поможет. А некоторые даже занялись богостроительством, то есть, надо сказать, выдумываем этого Бога и так далее. И вот тогда стала необходимость написать такую философскую работу и растолковать эти вещи. Что такое материализм, что такое идеализм, и какие бывают виды этого самого материализма и идеализма. Так вот, про идеализм я вам уже рассказал в двух видах. Значит, представителем объективного идеализма является Георг Вильель Фридрих Гегель, автор знаменитого диалектического труда «Наука логики». Значит, считать, что вот если люди стоят на неправильной такой основной позиции, что они ничего не могут внести науке неправильно. Потому что, как говорил Ленин, умный идеалист лучше глупого материалиста. Вот Гегель умный идеалист, и он в идеалистической форме разработал диалектику, то есть, науку о противоречии. Ничего более полного, которое построено по этому принципу. Начало есть неравитый результат, чистое бытие, и результат есть развернутое начало. Идея, так сказать, как бы она пришла к самой себе. Никакого другого такого подобного философского произведения нет. Оно, конечно, трудное. Но наука и не должна быть такой уж лёгкой, правда? Наука же это не просто так. Не говорят же? Говорят же они случайно грызть гранит науки. Или есть такое высказывание у Маркса, что в науку нет широкой столбовой дороги. И только тот сумеет достичь её сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по её каменистым тропам. Поэтому, когда говорят, у, мне тяжело, ну, и детей вытекают. Может, на завод там легко, особенно там, где вредность большая, и надо много тяжёлых вещей поднимать. Ну, тяжело, но не так уж прям тяжело, что умрёшь. Ещё никто не умер от того, что он головой работает. Если вы будете много работать с головой, что будет с вашей головой? Переутомление. Нет, ваша голова будет более развита. Переутомление от безделья. А от того, что много думаешь, не бывает переутомления. С чего вы взяли что-то? Я не говорю, что вы переутомление. Я не знаю. Что у нас сейчас тяжёлый труд, вот мы сейчас с вами разговариваем. Ну, так о чем можно утомиться? А мы уже знаем, и что такое конфликт, и что такое философия, и идеалектика уже знаем. Мы уже знаем, что такое материализм, что такое идеализм. И что, вы утомились уже? Ну, так о чем вы расскажите? Это утомиться можно, когда чепуха какая-нибудь. От хорошего. Это же отдых. Мы сейчас в рабочее время с вами действуем или в свободное? В рабочее. А? В рабочее. А чего в рабочее? Вы же учитесь. Вы же потребляете знания, а не производите. Вы учитесь. Что вы делаете? Вы начинаете, и должны через определенное число лет завершить от начала, к результату идете. Обучаетесь вы. Вы потребитель знаний. Ну, как бы вы обедаете. Только знания вот. Только не закладываете не в рот, а дальше выше в мозг, в голову. Вы же потребитель. А я кто? А я что? С чем занимаюсь? Вот если я с вами вам передаю какие-нибудь научные знания, это что-то тяжелый труд вы считаете? В какое время я работаю? В рабочее время общества или в свободное? В рабочее время общества – это общество, в течение которого общество производит материальные влаги для нас в существовании. Вот это вот. Это что? Сейчас не ответите мне. Что это такое? Стена. Стена. Видно, что вы еще не поняли, что вы философ. Это природа. Какая? Антропологическая. Какая? Антропологическая. Ты неправильно. Это правильно. Она научно выразилась. Видишь, она нас уже бьет глаголом. Это очеловеченная. Я это просто перевожу на простой язык. Я же не такой важный, как вы. Это очеловеченная природа. Согласны? Очеловеченная. То есть человек взял, нашел соответствующие минералы, так сказать, все это. Выработал, сделал и так далее. Ну, вы же понимаете, что это каменный дом. А кирпичи из чего делают? Из чего? Из глины. Из глины. Вот у меня дядя работал каталем. Если поехать по Неве туда, вверх, то слева есть такой завод, кирпичный завод «Красная звезда». Вот, звали его, сказать, он тоже Михаил. Здоровый такой, пять детей у него было. И вот он должен был выкатывать на тачке кирпичи из печи и баржу на Неве. Баржа стояла. По такой железной дорожке. Так лента железная кладется, и они в таких тапках на войлочной подушке прошитых. И они съезжают так вот. Жжжжжжжжжжж. Мой отец, он работал на судомехе, он старший был брат. Пробовал эту приподнять тачку, которую водил младший брат, и у него это не получилось. Он так раз, раз, и тут, да. Вот эти кирпичи делают из глины. Глина какая, она такая сероватая, зеленоватая. Потом ее обжигают, она становится красной. После того, как она готова, она ничего не делает. Эти кирпичи, если хорошо сделаны, почти вечны. Или если плохо сделаны, сразу рассыпаются. Если вы хотите узнать, в Хрущевское время был построен дом, или в Сталинское, что надо делать? Посмотрите, если рассыпается уже, значит новый. А если не рассыпается, значит старый. Потому что если вот кто-то бы это вот так сделал, кирпичи, которые рассыпаются, его бы, наверное, в тюрьму посадили давно. А тут наоборот, он такой, процветает. Потому что он что-то туда не то насыпал, и что-то украл, и в итоге это все вот сыпется и сыпется. Так. Вот кругом природа. Это же тоже природа. А кто это делал все? Это люди, которые преобразовывали природу. Вы преобразовывали природу? Ну что, они где-то копали, я понимаю. И я тоже где-то могу копать. Но моя работа в чем состоит? Я природу преобразовываю или нет? Нет. Я среди людьми работаю. У меня возвышенный труд. Это я передаю знания. А если передавать знания, это что, это тяжкий труд, что ли? Вы знаете, у меня такой тяжкий труд, я молодым, значит, жаждущим истины людям передаю знания. Какой у меня ужасный труд. И требую там сатисфакции. На самом деле, вот философия, что говорит, что я нахожусь в свободном времени вообще, в свободном от производительного труда. Что я должен делать? Что я должен делать? Мы работаем языком. И головой. И все. Никаким, ничего не передвигаем. Все тут, все сделано не нами. Вот эти люди работают в рабочие, у них время рабочее, а наше время свободное. Потом у вас, может быть, будет ли в свободное время, будете в обществе работать, или в рабочее. Мы не знаем, как сложится судьба. Ну вот я всю жизнь работаю в свободное время общества. За исключением того, что я три года, когда был в школе, по два дня в неделю я работал токарем. Тогда у нас было производственное обучение. Но не в школе, там, на уроках труда. А на хорошем, настоящем заводе почтовый ящик 936, где делали бомбосбрасыватели у меня. Военных самолетов. Это нам никто не говорил, это мы сами увидели на помойке на заводе. И пошли, там, лежат, валяются, написано, бомбосбрасыватели. Ну, сейчас уже не секрет, потому что сейчас уже, наверное, того завода нет. Он за электросилой был. Короче говоря, вот мы с вами, так сказать, должны различать материю. И в этой материи мы должны видеть высшую форму ее развития. Правильно? Материя развивалась, 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 развивалась до кого? До той материи, которая познает материю. И тем самым саму себя. То есть человек познает и живую материю, и живую, и в том числе, и себя. У него есть сознание. У вас есть сознание, молодой человек? Еще не потеряли от моей лекции? Нет. А что это такое, вы знаете? Откуда вы знаете, что вы не потеряли? Вот сейчас я спрошу, что такое сознание, а вы не скажете. А что такое сознание? Ну, если я... ОСОЗНАНИЕ РЕАЛЬНИЕ? Чего-чего? Если я осознание РЕАЛЬНИЕ? Так это вот называется тавтология. Сознание – это осознаю. Только ясно, если вы сознание, так осознаете. Это вы ничего, никакого определения не дали. Это вот я спрошу, что это елка. А вы скажете, елка – это елка. Ответили? Ответили. Но это правильный ответ? Неправильный. Вот, молодой человек, я вас тут... Я вас готовил для ответственного такой задачи. Вот сейчас задача. Сказать, что такое сознание. Вот смотри, сейчас все молчат, а вы один говорите. Это очень почетно. Ну, возможно, это воля. Что? Воля. То есть человек волевой, я, говорит, могу углубиться на глубину и там долго держать воздух. А потом всплыву. Это сознание. Понял? Что-то не вяжется с определением сознания. Вот вы хотели сказать. Способность к мышлению. Способность к мышлению. Это вот, как иногда говорят, я, говорит, сидел и пораскинул мозгами. Сюда, сюда, у меня мысли ходят, туда, у меня способность. И что? От того, что у меня есть способность к мышлению. Ну, вот, то есть я такие вещи вам спрашиваю сегодня, да, на первой лекции, которые, ну, все должны знать просто грамотные люди, согласитесь. Что если люди этого не знают, они не образованы. То есть философию уже для того надо изучать, для того, чтобы быть маломальски образованным. не в каких-то специализированных вопросах, ну, самых общих. Ну, человек, я спросил, что сознание, или там, а что такое мышление, я спрошу еще, то опять будет разговор. Лусья не напрашивался на это. Так, сознание. Сознание, это были такие философы. Вот над этой проблемой, на самом деле, философии долго думали. И были такие философы, их фамилии такие, Бюхнер, Фокт и Малишотт. Они думали, что мозг вырабатывает мысль так же, как печень вырабатывает желчи. Что это мысли материальны. Вот мысли материальны или нет? Нематериальны. Мысли нематериальны. А мозг материален? Ну, так вот, мозг, вот по мысли Бюхнера, Фокта и Малишотта, вырабатывает мысли. И они тоже материальны. То есть есть материя одна, это вот сами человеческое тело, мозг в том числе. А есть вот как продукты мозга такие, это мысли, тоже материальны. И тоже вроде материалист. Ну, с этим рассталась философия. Никому это не понравилось, какая точка зрения, что мысль это материальна. Хотя мысль о материи, но она не материальна в самом себе. Так вот, для этого нужно было, так сказать, долго идти, чтобы правильно сделать формулировки, которые нам даются уже бесплатно, вам бесплатно. Вот в сознании есть форма, есть свойства, вернее, свойства высокоорганизованной материи отражать материю, в том числе и себя. Отражать, свойства отражать. Свойства высокоорганизованной материи, то есть человека, отражать мир, материю, в том числе и самого себя. Это самосознание, если вы сами о себе думаете, иногда о себе думаете, вот вы сами себя и отражаете. Где? В своем мозгу. Свойства высокоорганизованной материи, отражать мир. И если мы это понимаем, что такое сознание, то вот уже можно говорить о развитии сознания, о формах сознания, что есть, и с помощью этого сознания мы постигаем мир. И есть, Пегель говорил, есть три формы постижения мира. Три формы постижения мира. Первое – это религиозное. Когда какие-то свои земные проблемы, человек изображает как проблемы особых, выдуманных им фантастических фигур на небе. И несмотря на то, что у нас спутники летают, вы знаете, что у нас есть и патриархи, и разные там виды религий и так далее. И люди продолжают. Одни верующими являются, а другие – неверующие. Но, тем не менее, на всякий случай думают, а черт его знает, а вдруг он есть. Вот вы крещённая или нет? Да. А? Вот и я крещённый. А если я не хрести? Ну, а вдруг там он и есть. А мы попадём когда? Можно быть крещённым при этом? Нет. Если в детстве. Нет, ну, всё-таки крещённым-то уважение больше будет там. Не сразу отправят там, разбираться будут. А этих сразу на сковородку кто? Вы, наверное, некрещённые. Крещённые тоже. Кто-то есть тут некрещённые? Что, все крещённые, что ли? Вот, дают. Ну, тогда я тоже говорю. Степан Савич, а вы тоже крещённые? Не слышу. Вот и попали. Хорошо. В общем, короче говоря, нам всё равно, что там, если есть, короче говоря, Бог и есть Ад, нам предстанем, мы уже крещённые. Так вот, в религии есть такое фантастическое отображение мира. Если тот человек, который хочет это познать или постичь, он только, называется форма постижения мира. Постижение. Тут не познание мира, а постижение. Познание – это уже на уху пошло. А это постижение мира. Вот. И вот хотите, так сказать, вы читаете. А кто из вас крещённых Библию прочитал? Один. Всю? Или куски? А я всю прочитал. А с чего начинается там вот вся эта Библия? С того? Вот какое дерево-то, с которого яблочко сорвали? Добра и зла. О, добра и зла. А в чём был грех-то этой Адама с Евой? Что они сделали? Они сорвали яблоко. И в чём грех? Ну, грех не в том, что яблоко сорвали. А в чём? Потому что противостояли воле Бога. Так а воля Бога была в том, чтобы они были как животные, то есть не знали, что добро, что зло. Так ведь? Не так животные. Как не так? Вот их воля была в том, что они, это дерево добра и зла, и вот они теперь там же гневно говорят Бог, что а вы хотели как мы, как боги, и сразу тут видно, что ещё перед этим многобожие было, как боги, как мы, как боги. Не я как бог, а как мы, как боги. И вы хотели узнать, что добро и что зло. А он хотел, чтобы люди не знали, что добро и что зло, и были просто как кошки или собаки или другие, или бараны. Как нет? Ну баран же не знает, что добро, что зло. Бог в самом начале поставил людей над животными. Что-что? Бог в самом начале поставил людей над животными. Нет, не поставил. Это они себя поставили над животными тем, что они сорвали, эту волю нарушили и съели яблочко, и узнали, что добро, а что зло. А если эти люди, будучи людьми, не знают, что добро, что зло, то они как животные. Что тут непонятно? Но там всё написано в Библии. Вы знаете, что добро, а что зло? Я? Да. Но если вы не знаете, вы как животные, а если знаете, значит, вы грех продолжаете. Это то же самое, вот это первородный. И что дальше, говорит? А за то, что вы узнали, что добро, а что зло, и вы будете наказаны. А зачем наказаны? Трудом. Наказание. Принудительные работы. И дальше и дети ваши, и дети ваших детей, и дети тех детей, и так далее. Ну, таких жестоких людей вообще нету. А вы подряд читали Библию? А вы про Содома и Гоморра там не читали, что Бог говорит? А ещё вы должны были уничтожить беременных женщин и младенцев, а вы не уничтожили, и на них я за это вас напущу. Ну, в Содома и Гоморре там... Что там? Есть смысл в том, что... Да я не о смысле говорю, что Бог говорит. При чём тут смысл? Бог говорит, что я, раз вы не уничтожили беременных женщин и детей, я на вас напущу. Моровую язву. И люди приедут на железных колесницах. Вас убивают. За что он оказывает? За то, что не убили беременных женщин и детей, младенцев. Очень полезно читать Библию, но надо её читать внимательно. Я чувствую, и так, и цельно. Вы не пропускали, наверное, места. Целиком читали? Ну, я больше Новый Завет читал. А? Я больше Новый Завет читал. Ну, это вообще нет. Это всё в Старом Завете. А в Новом ничего нет. Кто-то... Вообще-то не научный подход. Вы берёте вершки, корешки. А вы от морковки кушаете, пожалуйста, зелёные? Я не соответствую. От морковки кушаете зелёные? Новый Завет. Книга вот такая толстая, а Новый Завет вот такой. Ну... Ну, всё это как интересное. Это для христианского мира важнее. Не, так не изучают. Не, не, не. Вот мы с вами же определили, что такое начало, а вы начали читать не сначала. Ну и всё. Безобразие. Неуважение к религии, я считаю, это вы проявили. Антихрист. Гореть вам на этом... На сковородке вам... Поджаривать вас будут. Спросят вас, пожалуйста, а почему вы в Библию святую? Книгу читали не сначала. Вот у вас преподаватель читал сначала, а вы... Ну, вам ещё можно исправиться пока ещё. Вы ещё пока не идёте. До сковородки ещё далеко. Так. Это вот, значит, одна форма постижения мира, так сказать, фантастическая форма. Представляется этот мир в виде мира, который на небесах. Но это в этой... с помощью этой формы люди постигали мир очень долго. Правда? Никакой науки не было. И других форм постижения. Есть ещё одна форма постижения мира в образах. Вот наскальные рисунки, художники, художественные образы. Какие? Музыкальные песни пели, музыку какую-то сочиняли на чём-то, делали инструменты музыкальные и так далее. А устное народное творчество, оно тянулось почти до нашего времени. Да? Ещё оно где-то ещё остаётся. Устное. Когда... Чем оно отличается от неустное? Тем, что неустное, можно всякую дрянь записывать и воспроизводить. А если это из поколения в поколение передаётся, то, наверное, вы запоминать не будете и не будете своим детям петь всякую дрянь. Правильно? Поэтому устное народное творчество вот это вот сохранило народную музыкальную культуру и, как говорил Галинка, народ сочиняет музыку, а мы её аранжируем. И высшая форма постижения мира какая? Маучная, да. Маучная постижения мира. А что такое наука? Вы в науке тут, в университете, в научном учреждении находитесь? Кто-то что знает, что такое наука? Что делали полгода? Поиск ищет. Поиск. Не нашли? Всё, ищи святоха. Ничего так и не нашли. За полгода ничего не нашли? А как выздавали за счёты экзамена? Только поиск. Поиск и получение истины. Ну вот, а у Гегеля во всех трёх случаях говорится о постижении. Постижение. Всё это постижение мира. Но постижение мира одно. Религиозное, фантастическое, да? Второе. В образах художественные, музыкальный образ. Там не надо знать язык, правильно? Если мы представители разных народов и ничего не понимаем на другом языке, то если мы пойдём в филармонию, не имеют никакого значения. Кто из композиторов, на каком языке говорит? Музыкальный язык один, да? Художественные образы. То же самое и картины разных художников. Они разве... Вам нужно знать язык, чтобы понимать картину, не постигать. И постижение. А наука – это постижение в чём? Вот то было фантастическое, это в образах, а наука – это постижение... В мысли. В понятиях. Как говорят, без понятия человек. Значит, он не постигает понятия. Постижение в понятиях. А что такое понятие? Ну, я могу вас только послать к науке логики Гегеля, потому что там есть три тома, вернее, три книги и два тома. Один том науки логики – это объективная логика, а другой том – субъективная логика, учение о понятиях. А объективная логика – это учение о бытии и учение о сущности. Значит, преподавать я вам науку логики не буду. Вот, так сказать, если хотите, о ней там много вот на тупичке гоблина моих выступлений по этому поводу. Но я думаю, что никакие... Есть кружок такой, кружок любителей кегелевской диалектики, которую я преподаю. Все они записываются на канале Фонда Рабочей Академии, выдаются там с начала и до конца. Вот мы сейчас добрались, сегодня будем изучать суждение, понять. А дальше впереди умозаключение. Ну, это длительная дорога. Тот, кто хочет сэкономить время, что должен делать? Вот я вам... Тот, кто хочет сэкономить время, жизни своей, должен прочитать науку логики. Он тогда сэкономит. Почему? Ну, это примерно так, как вот... Если вы решаете вопрос, как вам быстрее добраться, можно идти пешком, можно сесть на велосипед, можно сесть на мотоцикл, можно сесть на автомобиль, можно сесть на самолет. А можно раз... Один оборот вокруг Земли. Космонавты сделали, посадили. Быстрее уже пока еще никто не сделал. Вот так и в отношении науке логики. Вы потратите значительные усилия на изучении науки логики и сэкономите очень много времени. У меня была такая беседа с моим коллегой. Вместе мы были в аспирантуре. Вот здесь в свое время была кафедра политэкономии в углу. Где сейчас деканат? А там была философская стенка, философская факультет. А здесь был экономический, где мы находимся. Вот я был на экономическом факультете на этой кафедре. И были мы вместе с аспирантами, с одним товарищем. Потом мы встретились уже в другое время, когда я уже был доктором наук, и он тоже был доктором наук. Я говорю, так ты науко-логики прочитал? Он говорит, нет. Ну и сколько? А почему? А нет времени, мало времени. Это долго. Так я говорю, это же экономия. Вот у тебя сколько работ? Ну у меня, говорит, 20. Ну я говорю, а у меня 200. Видите разницу? Ну если вы хотите чему-то научиться, вы с кем будете? С умным человеком беседовать? Или с глупым? Или не очень умным? Ну какой выбор? То есть, понятно, с умным, что-то непонятно. Ну если непонятно, так что надо делать? Ну еще раз, штудировать надо. Наук-логики так просто, это не такое чтение, что сидишь и все понятно. Сидишь и все непонятно. Ну вот я, поскольку вот с моим коллегой, который записывает, мы были на матмеке, мы как-то привыкли, что нам дают все время непонятное. Ну, к экзамену уже понятно, когда это все разберешь. Или если пропустишь, то непонятно. А если следишь за всем и разбираешь, то можно это и понять. Ну наука – это наука, она карабкаться на вершину, предполагает необходимость. Так, вот три формы постижения мира. Религиозная, в образах, сюда искусство все идет. И высшая форма постижения мира в понятиях. Вот этим занимается наука, постижение в понятиях. Из всей науки выбрали мы философию, которая является, изучает наиболее общие законы природы, общества и мышления. А в философии мы нашли идеалистическую философию в двух видах. Объективный идеализм и субъективный идеализм. И материалистическую философию. Что гласит материалистическая философия? Материалистическая философия гласит, что есть только материя. И все. Больше ничего нет. Материя. А что значит материя? А то, что есть, то и материя. Материя то единое, что есть. Некоторые люди пытаются придумать длинное определение для материи. Если вы берете самое первое и самое простое, оно может быть длинным? Нет. Потому что самое первое невозможно определить через что-то, тогда оно будет уже сложное. А то, через что вы определяете простое. Правильно? Поэтому про материю достаточно сказать, что это то единое, что есть. Потому что уже сознания его нету как отдельного. Она просто свойство высокоорганизованной материи. А рядом с материей никакого сознания не рядом. Книга не материя, книга это материальный объект. А мысль, которая есть в книге, это вот это свойство. Но вы это свойство осваиваете. Путем чтения книги, то есть размышляя. Материя. Некоторые товарищи, учитывая авторитет Ленина, они, значит, из книги «Материализм и империкритицизм», которую я вам называл, берут такое высказывание Ленин, говорят, что вот материя и это объективная реальность, данная нам в ощущениях, которые мы копируем, фотографируем, отражаем и так далее. Некоторые думают, что это определение. Это потому, что они не знают, что такое определение. Потому что, какое же это определение? Во-первых, это объективная реальность, данная нам в ощущениях. То есть, чтобы знать, что такое материя, надо знать, кто такие мы. Нам. И знать, что такое ощущение. Это надо? До материи надо знать, что такое ощущение. или понимание ощущения происходит потом, когда вы идете от начала. Поэтому это люди не различают между суждениями и определением. Но вот я скажу, что я – твердое тело. Это мое определение. И вы – твердое тело. Вы же не жидкость, нет? Хоть говорят, что человек на 80% состоит из воды. Но все равно к жидкости не относят его. Поэтому такие высказывания, что это есть то, это суждение, а вовсе не определение. Но определение вы узнаете в науке логики, если захотите. Потому что определение, могу вам сказать, но это сразу не постигается, потому что как? Сложные понятия. Надо пройти от начала. Определение – качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечица, с в нем бытием. Понятно? Непонятно. Почему? Ну, потому что надо знать, что такое качество. Что такое в себе. Что такое в нем бытие. Ну, из всего этого я хочу обратить ваше внимание на одно только высказывание вот из этого определения-определения. Когда говорится «в себе». Мне кажется, что такое, что-то такое заумное в себе бытие. Что такое в себе бытие? Вот вы в себе или не в себе сейчас? Честно? А? В себе. А что значит «в себе»? Что это так? Вы себя проглотили, что ли? Что значит «вы в себе»? То есть тогда, если вы себя проглотили, то вы и в себе, и наоборот. И снаружи, и внутри тут сразу. Как? Что значит «в себе»? Можете сказать мне, что такое «в себе»? Я кончаюсь там, где уже не я. Ах, а там кончаетесь уже вы. Да. Тяжело вам жить. «В себе» означает не более, чем равенство с собой. Вы равны с вами и себе? Да. Вот это, говорится, это в себе бытие. Вот если вы не в себе, то что-то с вами случилось уже. Голова там, что-то пошло. Правильно? Сейчас не в себе. Или вы разозлились и начинаете такое говорить, что лучше и не говорить. Это человек не в себе. А это говорят «вышел из себя». Ну как человек вышел из себя? Вы можете выйти из себя? Буквально. Буквально-то вы не можете выйти. То есть стать неравным самому себе или самой себе. Правильно? В себе быть. Что такое выйти из себя? Или вот секретарша говорит. Вы к ней приходите, говорит, да мне нужна справка. Она говорит, подождите, я сейчас приду в себя. И тогда буду с вами разговаривать. А где она была? А сейчас она придет в себя. Она была вне себя. Ну если приходит в себя. Так? Логично? И она где-то или где-то витала, и раз, и я тут что? Кушаю? Да. Все. Чего надо? То есть, если вы так внимательно присматриваетесь к языку, а язык, он что-то выражает. Слова, понятия выражают то, что было повторено миллиарды раз. И то, что не было повторено миллиарды раз, оно умирает. Вот оно только сохраняется. Если есть, вот в себе вытие, там надо всегда видеть. А если мне не по себе? Опять не то, да? Опять не в себе. Что значит не по себе? Плохо себя чувствуете, да? Нездоровье. Не по себе. Вот они тут в себе. Или, а я, значит, я приду в себе. А где вы были? Ну, может быть, есть какое-то идеальное состояние себя? Да никакого не идеального, а просто равенство с собой. Вот равенство с собой. Это и есть в себе вытие. И больше ничего. Равенство нечто с собой называется в себе бытие нечто. Поскольку вы нечто, я нечто, вы нечто. И всем мы с каждой по отдельности нечто. Если вы в себе вытие, то вы равны с собой. Если вы вышли из себя. Вот я сейчас. Молодой человек, ты чё ты так смотришь? Это я вышел из себя. Правильно? А так, если я раньше с собой спокойно с вами разговариваю, ни на кого не кричу. Это раз, а во-вторых, кричать нам не полагается, преподавателям, на студентов. Потому что студенты, люди, и надо, если вы не можете ему объяснить, как нечего преподавать. А чего вы будете кричать на студентов? Не надо выходить из себя. Будьте равны самому себе. Ну, поэтому я хочу сказать, что я только из этого определения взял только один кусочек. То есть, кто хочет понять, что такое определение в науке, что должен сделать? Пойти с середины или с начала? Сначала, ну, кто хочет разобраться в этом и сократить в себе в дальнейшем путь к истине, ну, если удлинить, это, пожалуй, ваше дело. А если сократить, то я вам очень советую взять науку-логику и читать ее. Поскольку вам она нигде не задана, и я вам не задаю. Как такое можно задать? Как можно задать и стать очень умным? Такого задания не может быть. Так оставайтесь, как хотите. Но кто хочет развиться, пожалуйста. И вы будете, что-то непонятно там. Вот, скажем, пока я у вас преподаю, всегда можете спросить, а это почему? Пока мы с вами общаемся довольно тесно. Но так вы меня особенно не найдете. Так что хотите, пожалуйста, могу вам помогать. Ну, кому можно помочь? Тот, кто сам изучает. Кто сам изучает, не изучает, ему помочь нельзя. Переисказывать ее тоже – это бессмыслица науку-логику. Но кое-что из нее мы, конечно, будем брать, имея в виду, что есть такие коренные понятия, философии, которые везде используются. Ну вот, значит, мы с вами выяснили, что такое материализм и выяснили, что такое сознание. А что первично – сознание или бытие? Вот теперь мы можем сказать так, что материалисты говорят, что первично – бытие, а вторично – сознание. А идеалисты говорят, что первично – сознание, а вторично – бытие. Но бытие можно понимать как бытие отдельного человека, вот ваше бытие, ваше бытие, ваше и так далее. А можно понимать общественное бытие как общественное производство. Для того, чтобы мы с вами существовали, То есть для того, чтобы мы вообще как отдельные люди существовали, надо есть, пить, одеваться и иметь кровь над головой. А это можно иметь только благодаря тому, что будет иметь место общественное производство, производство материальных благ. И вот это производство материальных благ является основным по отношению к производству духовных благ, по отношению к политической, юридической и административной надстройке. Поэтому есть, кроме тезиса материализма о том, что материя первична, а сознание вторична, есть еще такой раздел философии, который называется исторический материализм, и главным положением которого является положение о том, что общественное бытие первично, а общественное сознание вторично. То есть вся вот эта настройка, куда попадает и наука, и образование, и культура, и медицина, и прочее, и прочее. Все, что относится к той деятельности, которая направлена непосредственно на людей, как у меня, а не на преобразование природы, а на преобразование, скажем, человека, и которые относятся к преобразованиям в сфере общественного сознания, вот это все подчиняются вот этому закону о том, что первично общественное бытие, а общественное сознание вторично. Вот как это применить? Вот, например, будут скоро выборы, куда бы они ни были. У нас какое производство? Оно у нас буржуазное, социалистическое или феодальное? А? Производство сейчас какое у нас? Капиталистическое. То есть буржуазное. Ну вот общественное бытие определяет общественное сознание. Значит, сознание большинства людей какое? Буржуазное. Какие партии победят на выборах? Буржуазные. Мы-то с вами знаем, а люди думают, кто победит? Кто победит? Ну кто победит? Ну кто победит? Кто... Какое производство? Такой результат. Поэтому мы-то заранее знаем, что на выборах всегда в буржуазном обществе побеждают. Какие партии? Буржуазные. Что тут непонятного? Поэтому вот какие будут прогнозы у нас. Какие будут прогнозы у вас? Такие будут прогнозы. Буржуазные побежали, будут побеждать. Потому что переход к другому обществу идет не через выборы. Никогда еще через выборы никогда не поменялся общественный строй. Или у вас другие какие-то есть сведения. Никогда. И не может поменяться. К большинству. В большинстве голов не только у буржуазии, а у рабочих и других трудящихся. В голове какие идеи? Буржуазные или коммунистические? Буржуазные. Но если в большинстве голов буржуазные идеи... Я буду, когда голосовать, буду в соответствии с тем, что у меня в голове уже голосовать. Правильно? Ну так в голове у большинства буржуазные идеи. Так за кого они должны проголосовать? За буржуазных деятелей. Логично. То есть мы уже знаем, кто победит с вами. Мы не волнуемся. Все спокойно, все хорошо. На выборах. На выборах никаких чудес ждать не надо. Или там, скажем, когда мы смотрим, то, что происходит в Думе, там происходит концерт. Вот была пенсионная реформа. Так. Пенсионная реформа кого касается? Вас или меня? Всех. А? Всех. Да ничего подобного. Да я уже пенсию получаю. А вы еще нет. Вахта она касается, в первую очередь. Я-то вышел с 60 лет, а вы-то пойдете с 65, как женщина. А нет, вы с 60, а вы пойдете с, как я, вы пойдете, как я, с 60, а он пойдет, и вот он пойдет. С 65. А пенсия у нас 14 тысяч. То есть пять лет прибавили, надо еще поработать. Пять лет поработать. Вам. Не нам. Нам не надо. Вам. Пять на 12, 60 месяцев, каждый месяц по 14 тысяч. Сколько получается? 840 тысяч. У кого забрали? У вас забрали, по 840 тысяч вас забрали. У вас вопрос какой-то был? Нет. Меня-то не забрали. Я-то получаю пенсию. Поэтому нет проблем, а вот у вас забрали. А так думают, а, да, да, не скоро, далеко. Да, не скоро, да, не скоро, а деньги забрали уже. То есть решение-то принято. Спрашивается, а там была такая дискуссия в Думе, если вы смотрели, дискуссия, там прямо жгли. Жириновский просто напал нам, жёг там всё. И Миронов выступал хорошо, и другие. А вы все, наверное, знаете, что в Думе каждый депутат имеет право законодательной инициативы. То есть каждый мог взять и сделать проект другой. Внесли кто-нибудь другой проект? А что тогда вы выступаете? Раз вы не внесли, это такой концерт для людей некомпетентных. То есть вот если у вас было право законодательной инициативы, я какой-то дурацкий проект внёс. А вы почему умные не внесли? Допустим, у вас нет права законодательной инициативы. У нас, у граждан нет права законодательной инициативы. Конодательная инициатива права есть только у депутатов Верхней и Нижней Палаты. У правительства в целом, а отдельно у членов правительства нет. У президента, у председателя Конституционного суда и председателя Верховного суда. Всё. Эти сидят вот и получают по 400 тысяч в Думе каждый. И никто не внёс никакого проекта. Кроме товарища Медведев вынёс он. И что тогда вы на него нападаете? Он внёс. Первый-то может нашли. А вы на датчик? Он внёс и победил. А кто? А почему? А что вы думали? Партии-то у нас какие там представлены? В Думе буржуазные. А идеология какая? Буржуазная. Ну так что, а что может быть? То, что задумали, то и получается. То есть люди, которые разбираются в философии, они, так сказать, как бы ясновидцами становятся. Только ясновидцы, знаете, которые говорят, ясновидят, имеются в виду не только глазами, а что происходит в обществе и происходит в мире. Вы же собираетесь конфликты разрешать. Чтобы разрешить конфликты, надо быть более глубоким и более знающим. Или менее глубоким и менее знающим. Вы конфликты собираетесь разрешать или разжигать? Ну вот. Так что надо к этому готовиться. Вот, так сказать, поэтому вы должны понимать, что наше с вами изучение – насущное дело. Самое, одно из самых насущных дел, без которого мы не способны выполнить то, к чему готовимся. Вы готовитесь, так сказать, к жизни. Правильно, Максокот? Сейчас-то вы потребители знаний, а вы будете как раз действующими лицами. На вас вся надежда. Спасибо за внимание. На этом сегодняшняя лекция закончена. Через неделю продолжаем. Продолжение следует... Продолжение следует...